доброе утро у нас сегодня супер насыщенный день пирожок пока еще спит и очень хорошо потому что я успею быстренько поставить вариться кашу и собираться на фотосессию у нас сегодня с его масштабная съемка и нужно много чего еще подготовить и в такие дни меня очень выручает гречка я просто ставлю ее на 15 минут вариться и сама за это время успеваю еще делать какие-то дела приходишь на кухню и уже все готово немножко выглядит как вещи на базаре но вообще-то это наши образы на фотосессию я собрала нам с его по три образа не знаю что мы успеем но они немножечко даже пересекаются хотя это не специально типа у его вот юбочка такая и у меня вот такая блузка золотистая единственное что я давно покупала еще типа комплект дочка дочкой матери этого такой свитшот большой на меня и у евы точно такой же только бежевый думаешь это собачка смотри хвостик такой ушки это попада а это ушки это кошечка а это сердечко где сердечко кусай вторая порция посмотрите как у меня помощник растет я в это смонтирую за меня видео ладно вечеру будет готова умничка умничка водичка у тебя есть что рядом есть видишь стоит бутылочка пей не забывай водный баланс наушники можно надеть да я приступаю к самому образу для фотосессии и одновременно это будет мой образ на новый год как бы репетиция честно фон поставлю рождественскую музыку у меня есть по плейлист 90 песен все они такие джазовые кстати напишите мне что вы делаете в первую очередь укладку когда создаете дома образ или макияж я всегда как-то под настроение верно сделаю сначала макияж на самом деле так как у меня будет несколько образов на фотосессии я делаю такой базовый макияж с акцентом на глава и с собой беру красную помаду чтобы преобразить образ за считанные секунды звучало как какая-то реклама на моем лице сейчас ничего нет кроме увлажняющего крема я наношу базу знаете хотелось бы сейчас конечно сделать такую фишечку типа щелчок доп я уже с макияжем но нет будете смотреть все процессы после косметолога последствия уже не так заметны в качестве тона я смешиваю старющую свою тональную основу от мак но на самом деле срока годности она еще не вышла еще мне служит но я удивлена сколько мне еще средства и более светлый оттенок от и фраше как раз это более жидкая это более стойкая если честно эту фотосессию я планировала еще месяц назад потому что сейчас все студии конечно же заняты но к сожалению денис себя не очень хорошо чувствует поэтому мы будем с его без него в кадре мы сейчас кстати на прогулки с евой и у нас миссия номер один чтобы она уснула на улице вот мама мне прослала фотографию миссия выполнена потому что надо успеть чтобы она поспала до студии хотя бы два часа ну вот так и получается что она два часа немного добавлю скул есть такая палеточка праздничная blood sugar называется в отражении можете видеть мой подоконник я бы не сказала что здесь какие-то прямо уникальные цвета но просто даже использование самой этой палетки добавляет мне праздника набираю коричневый оттенок и на все подвижное веко наношу и хорошо растушевываю если оставить так то кажется что взгляд стал больнее намного я добавляю вот такие блестки просто пальчиком и самый такой яркий акцент и самый праздничный нас будут тоже плески но посветлее они сразу же так блеска добавляют глазам розовое золото и так не стесняясь хорошо проходим все активно немного выделю нижнее веко я использую я использую причем карандаш для этого для бровей его обратную сторону вот такая подушечка есть можно взять любую кисточку просто немного выделить внешнее веко и сейчас главное все не испортить вы бы знали что здесь произошло ваше предположение почему что и вот так короче я задела горячую лампочку вот здесь не спрашивайте зачем и настолько горячо мне еще не было никогда именно вот эти два пальца я вообще не чувствую сейчас денис прочитал сразу же в интернете что мы делаем когда сам что-то случается мы идем в интернет нужно 15-20 минут подержать под холодной но не ледяной водой и только так мне действительно становится легче и что я за это время сделала левой рукой я нанесла себе тушь на верхние ресницы как вы можете заметить и накрасила брови внимание левой рукой но я надеюсь что мне станет легче и я успею сделать себе прическу хотя ленис предложил вообще отменить съемку ну я настроена более оптимистично времени все меньше на самом деле его хорошо что хоть спит очень эстетичный кадр у нас сейчас я зафиксирую брови я уже похвасталась да как я накрасила их левой рукой между прочим нормально сейчас очень мало времени осталось как раз на укладку мне хватит я воспользуюсь утюжком сейчас будет здорово сделать вот так я вот как ты думаешь ты сможешь надеть три образа за час ну куда мы без него интересная мысль была у меня в горячую лампочку потрогать а сына ли она зачем я не знаю но бывает так у меня что-то такое же было я тоже думаю потрогаю горячая или еще не горячая это интересно что она такая то есть даже если горячая то что а если горячая то что что-то и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok У нас немножко по сумасшедшему просла съемка Все хорошо, просто очень быстро меняли образы Куча фотографий сделали Ева, хочешь показаться? Привет, скажи Ева чутка устала, но она молодца Держалась бодричком Я ее сейчас пришла кормить Будем есть рис А это что такое? Молоко Молоко, да Или водичка Это кто? Солушка Давай ее на место поставим Ой, нам несут еду, Ева Ого-го-го, какая порция, да, скажи Молодец Горячо? Хорошо? Сол 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 Уборки И подумала, почему бы нет Новогодние блоги как раз для этого Перед Новым годом мы все хотим немного очистить свое пространство Кто-то много И это личная идея на самом деле Чтобы не нести с собой в Новый год Какие-то старые вещи Старый хлам Даже не обязательно то, что старое А то, что просто не используется У нас 70% вещей Это то, что мы вообще не используем Но храним, бережем Для какого-нибудь там случая Не знаю, как вы Но я верю в то, что Когда много лишнего Вокруг Не обязательно старые Какие-то некрасивые вещи А просто то, что ты не используешь То, что просто лежит Абсолютно никак не Взаимодействует с тобой Это забирает у тебя энергию Вообще, я очень стремлюсь к минимализму Ну, не прямо к радикальному минимализму Когда у человека там 10 вещей И все Типа на все его сферы жизни 10 вещей Есть такие люди, действительно Но все же тенденция у меня в нужную сторону Как я считаю Я все больше расхламляю свое пространство Кайфую от того, что полка просто, например, пустая А не то, что на ней там куча всего лежит И вот-вот, ну полка, чего она пустая Почему она будет стоять пустой На самом деле, очень большое влияние на меня оказала книга Одна, наверное, многие ее слышали Это магическая уборка По методу Конмари Или Конмари Извините, я могу сейчас ошибаться До сих пор, кстати, конспектирую все прочитанные книги у себя отдельно в дневнике Ну, правда, это дневник-планшет Но все равно, мне так удобно Самое главное выносить на бумагу Пишу я, кстати, пенсилом Поэтому как будто от руки Что я для себя вынесла, например Когда прибираетесь Когда прибираетесь Концентрироваться не на том, что я хочу выбросить Потому что для многих людей это прям проблема То есть, ну, в смысле выбрасывать Вот вещь, она же может еще служить стольким людям Да мне может служить Да пусть еще полежит несколько лет То есть, концентрация не на том, что я хочу выбросить А на том, что я хочу сохранить И постоянно представлять себе в голове Конечную цель То есть, ты приступаешь к уборке И представляешь в голове, что ты хочешь видеть То есть, какое должно быть пространство вокруг тебя Когда ты будешь им доволен Как ты себя будешь ощущать И вот исходя из этой картинки Прибираться И разбирать свой хлам Свои вещи И тогда у тебя будет возникать вопрос Не что я хочу выбросить А что я хочу сохранить А это уже немножко другой фокус И единственный принцип отбора Который говорит автор Правильный И имеет место быть Это брать вещь в руки То есть, каждый раз, когда вы прибираетесь Например, вот у меня плед лежит на полу Он упал с кровати Вот я думаю, что с ним сделать Я не просто думаю в голове Мне нужно взять его в руки И задать себе один вопрос Вызывает ли у меня эта вещь радость? Интересно, да? То есть, не сколько лет этой вещи Не сколько она стоит Никто мне ее подарил Что для многих очень важно Что типа, ой, да, она такая ценная Потому что мне кто-то там подарил А какая разница? Вот прямо сейчас доставляет ли эта вещь тебе радость? Приносит ли она тебе удовольствие? И если да И не важно, сколько она стоит 5 копеек или 5 тысяч рублей Ты ее оставляешь Но здесь нужно быть предельно честным С самим собой И это иногда сложно Но это всегда классная работа над собой И с каждым разом будет получаться все лучше и лучше Третье, что у меня тут стоит Где мой пенсил? Куда я ее вделала? А вот третий пункт Это такая аксиома Как нужно подходить к уборке Уборка это удовольствие Все Потому что у многих вообще на подсознании Такое убеждение, что уборка это что-то скучное Что-то нужно оттянуть У меня именно уборка То есть раскладывание вещей по полочкам Так сказать Наведение порядка И у меня это всегда как медитация То есть мне это нравится делать Я люблю наводить порядок Я люблю наводить чистоту Что не касается, например, мытья полов Или там мытья ванны Вот это я не люблю Поэтому обожаю клининг Который приходит к нам Раз в две недели Иногда раз в десять дней Делегирую с удовольствием эти обязанности им И, кстати, автор рекомендует Прибираться без музыки на фоне Кто-то прям включает такой Знаете, бит какой-нибудь мощный И начинает активно прибираться Автор говорит, что это мешает Интуитивному принятию решений Когда вы думаете Какая вещь вам нужна, не нужна Что с ней дальше делать И если хочется какую-то музыку То пусть она будет спокойная, тихая И что нужно сонастроиться С атмосферой вещей и квартиры Конечно, у нее помимо теории В книге есть еще много практических моментов Сейчас мы пойдем ближе к моему шкафу Почему я сейчас, кстати, напротив него и сижу Потому что для меня это прямо гордость Уже около месяца Я не прибираюсь в шкафу Я не знаю для кого-то Может быть это вполне ок Но раньше у меня была такая ситуация Что я приберу в шкафу Все красивенько лежит 3 дня На четвертый день там полная жесть То есть мне уже становится лень Делать эти полочки, стопочки Я просто куда-либо что-нибудь кладу Откуда-нибудь беру И в итоге, знаете, там такой кавардак Что я примерно каждый день ношу одно и то же И потом, когда доходят руки до уборки Я понимаю, у меня есть вот эта вещь И вот эта одежда Класс! У меня это, конечно, бесило Собственно, из этого побуждения Я и, наверное, читала эту книгу Потому что мне хотелось изменить вот этот подход Уборки И еще что я вынесла такое интересное Но это чисто мне откликается Не знаю, скажите как вам Что разжалование вещей В категорию удобной домашней одежды Запрещено Это означает, что часто, когда мы прибираемся Принимаем решение, что нам, например, эта вещь больше не нужна Мы такие думаем Не, ну для дома-то нормально, в принципе И вот таким образом у нас уже целый шкаф отдельный Можно для домашней одежды чисто сделать И здесь есть несколько ошибок Во-первых, почему отношение к домашней одежде Такое пренебрежительное Почему домашняя одежда не может быть красивой Такой же красивой, а может быть даже и красивее Чем та, в которую вы ходите на люди То есть это какие-то двойные стандарты, простите Почему, когда мы на людях, мы хотим быть красивыми А дома мы хотим быть, ну, как пойдет Никто не видит же То есть я понимаю, что эта одежда должна быть комфортной Но это не означает, что она должна быть второго сорта Так сказать Но, во-вторых, конечно, то, что копится опять же та одежда Которая в итоге носиться не будет Потому что, ну, я понимаю, 2-3 комплекта домашней одежды Но зачем 10 кофт и 10 штанов Все равно это не будет все носиться То, что мы носим дома, активно влияет на наше представление о себе Меня никто не видит, это не аргумент Мне нравится такой подход Я много видела разных чек-листов по уборке Типа, новый год с новой энергией Но часто нам лень этим всем заниматься Потому что там слишком много пунктов, слишком много энергии Так вот, у меня к вам простое предложение Избавьтесь от 10 вещей из каждой комнаты Вашей квартиры Пуалет это тоже комната Кухня это тоже комната Коридор это тоже комната Прихожая это тоже комната Балкон это тоже комната Сделав такую легкую манипуляцию 10 вещей наберется точно у всех В каждой комнате А мне кажется, многие из вас не остановятся на 10 вещах Они начнут понимать О боже, а чек Зачем мне этот чек? Зачем я его храню? Зачем эта инструкция мне? Зачем эта кофта? Она висит уже 3 года Уже совершенно другое чувство будет от нахождения в квартире Такое чувство обновления Давайте уже перейдем к моему шкафу Шкаф мой делится на две части Левая это вот просто полочки А правая это именно вешалки Пока что сюда Меня очень выручили вот такие штуки из Икеи В принципе, это место для плечиков Но у меня не так много одежды, которую нужно вешать на плечики Это там всякие юбочки, блузочки, вот это все У меня больше кофты какие-то, топы И все это хорошо именно вот так лежит Поэтому я заказала такие разделители И просто по одному свитеру в каждый отсек И это не захламляется Это не выглядит неряшливо Автор книги «Магическая уборка» предлагает Вещи складывать либо вертикально Да, вертикально Я вам сейчас сюда вставлю видео, как это выглядит Либо их сворачивать рулончиком Вот мне рулончики больше прижились Это вот, например, футболку Я свернула рулончиком Она и меньше мнется, и легко ее взять Потому что, вот, пример Стопочки То, что не очень в перспективе классно Потому что, смотрите, что происходит Ты куда-то торопишься Подходишь, такой, тебе нужны вот эти штаны И ты начинаешь вот это вот делать Вот так вот все валится Ну ладно, хорошо, в этот раз ничего не упало Но обычно все падает Тут какой-то дисбаланс начинается Что-то проваливается туда Что-то становится неровным А когда у вас свернутые вот такие рулончики Ты просто берешь вещь И она ни на что не влияет А, ну и, конечно, пункт номер один Я чуть не забыла Это меньше потреблять Это, собственно, секрет, наверное, всего успеха Потому что выбрасывать можно хоть сколько Но если вы постоянно что-то приобретаете Постоянно приходите домой с новыми вещами С новыми покупками Особенно на нас влияют, конечно же, распродажи И всякие магазины бюджетные Потому что кажется, о, как выгодно, классно Можно купить вместо одной когты три Вот раньше у меня тоже был такой подход Но сейчас я понимаю, насколько это В долгосрочной перспективе печально для всех И с этой стороны у меня, как я уже сказала, плечики И вот скажите мне сейчас Вы не заметили ничего необычного? То, что я сделала по совету автора магического уборка Это развесила все вещи на плечиках По длине каждой вещи Чтобы, когда ты посмотришь вот так вот просто На свой гардероб Тебя рисовалась такая полоса вверх И это сразу же добавляет легкости гардеробу И как-то психологически ты более оптимистично настроен Вызывает это более приятные эмоции Вот так вот Ну а еще, мне кажется, это опрятно очень Потому что когда у тебя короткая, длинная, короткая, длинная Как-то это все в дисбалансе, что ли Как-то неряшливо смотрится Ну и проще так найти на самом деле вещи Если ты знаешь, что тебе нужно длинное платье Тебе точно сюда, а не сюда Да, кстати, зацените как немножко вещей Раньше здесь у меня вот так вот просто висели вещи И, конечно же, я все их не носила И то, мне кажется, это тоже много Потому что вся летняя одежда вообще убрана То есть это только то, что осень, зима, весна Так что у меня есть куда стремиться еще Теперь ящики Я считаю, мы с вами достаточно близки Чтобы я вам показывала вот этот ящик Я просто хочу показать систему хранения По-моему, лет 5 назад я на Алиэкспресс Заказала вот такие разделители И до сих пор они мне служат замечательно Здесь носки очень удобно хранить Хотя автор этой книги, да, магическая уборка Против того, чтобы люди вот так носки хранили Типа вот эта резиночка растягивается Хотя мне кажется, она вообще никак не растягивается А еще она говорит, что это неуважение к носкам Я, видимо, не так еще погружена в эту тему Носки мои потерпят, в общем Короче, классная штука Удобная система хранения Все наглядно видно Ева, похвастайся новым приобретением Не хочешь, как хочешь, я сама Это санки Не знаю, насколько это классная будет вещь Потому что это санки Коляска 2 в 1 Вот сейчас как раз здесь еще не сильно много снега Вон папа, Ева Вон там, за машинкой Бедная, папу потеряла Ставим на колеса А когда выпадет много снега Или в парке, или в лесу Нужно делать санки Высоковата вот эта ручка, правда Побежали, побежали Кто быстрее, Ева? Нафиг ваши санки, не нужны никому вообще Смотри, где мама Ты же не хотела садиться? Пирожки Смотри Вы похожи? Да И так, мы уже дома Я хочу вас познакомить с этой потрясающей полочкой Очень важная полочка на нашей кухне Называется она полочка для замачивания Здесь потому что постоянно что-нибудь дозамачивается Например, сейчас белая фасоль Для завтрашнего лобио Какие-нибудь орешки у нас вообще постоянно замачиваются Потому что мы их постоянно едим Каждый день Ой, прости, дружок И красная чечевица Для нашего борща С чечевицей Какую красоту мама сделала Это как бы имитация рыбы в кляре Тофу в ноли Представляете, обжаренное Со специями На гарнир рис с грибами Помидор и перчик Ну что, а у нас последнее включение на сегодня Безумно насыщенно, как я и думала, день Но не думайте, что я забыла про розыгрыш Новогодних мешочков Та-да-да-дам Чтобы попытать свою удачу И выиграть вот такую красоту Сплошные радости девчачьи Нужно подписаться на мой канал на ютюбе Нужно подписаться на мой инстаграм И найти в моем инстаграме вот этот пост Написать к нему любой комментарий И все, собственно Ждать розыгрыша А это будет в январе Всех целую Всем до завтра У нас с вами осталось всего два дня влогов Обалдеть, так много уже позади Я с вами прощаюсь И не спать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok